Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск Вести Карачева-Черкесия. Вот что мы расскажем сегодня. Говорили открыто о проблемах, барьерах со стороны надзирающих и контролирующих органов в отношении предпринимателей на круглом столе в прокуратуре. 15 тысяч школьников Черкеска принимали участие в патриотических мероприятиях. С окончания месяца оборонно-массовой работы их поздравили власти. Она воспитала и вырастила десятерых детей. Сегодня ее окружают многочисленные внуки и правнуки. Мать-героиня Светлана Урусова отмечает 80-летний юбилей. Лучшую аварийно-спасательную дружину выявят на соревнованиях, которые проходят в Черкесске. В состязаниях участвуют 10 команд МЧС СКФО. Сегодня глава Крачева-Черкесии Рашид Темрезов вместе с председателем правительства Муратом Аргуновым принял участие в международной промышленной выставке «Инопром» Центральная Азия. Главную пленарную сессию выставки «Промышленная кооперация в Центральной Азии. Региональный фокус» открыл заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшит Хаджаев, вице-премьер правительства России, глава Минпромторга Денис Мантуров. Отметил, что в странах Центральной Азиатского региона работают около 24 компаний с российским капиталом. Растет оборот совместной экономической деятельности. Крачева-Черкесия также активно участвует в двусторонних экономических отношениях. Предприятия республики год от года наращивают объем импорта и экспорта товаров для своих производств. Рашид Темрезов вместе с главами делегации российских регионов в рамках пленарной сессии обсудили дальнейшее развитие торгово-экономических отношений, флагманские проекты и перспективы взаимодействия. Кроме того, Рашид Темрезов провел переговоры с Номарматом Тарсуновым, руководителем Новоийской области Узбекистана, на территории которой расположен индустриальный парк свободной экономической зоны Новои. Стороны договорились о расширении сотрудничества Карачева-Черкесии с областью в различных отраслях. Предприниматели все чаще оказываются под ударом бюрократических проволочек. Прокурорский надзор ориентирован на ликвидацию административных барьеров для бизнеса и обеспечения прав хозяйствующих субъектов, в том числе и при получении ими мер государственной поддержки. Этому была посвящена работа сегодняшнего круглого стола с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов, представителей бизнес-сообщества, организованного надзорным органом Карачева-Черкесии. Мадина Каракетова подробнее. Защита прав хозяйствующих субъектов – одно из приоритетных направлений в работе прокуратуры республики, подчеркнула, открывая работу круглого стола, первый заместитель прокурора Карачева-Черкесии Санал Бахников. Призывал представителей бизнеса говорить открыто о проблемах и трудностях, барьерах стороны надзирающих и контролирующих органов, фактах перегиба и административного давления. С учетом поставленных президентом Российской Федерации и генеральным прокурором Российской Федерации задач удалось добиться снижения количества необоснованных плановых и внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, повышения эффективности привлечения к ответственности лиц, допускающих нарушения при осуществлении контроля. Также Санал Бахников рассказала о существенной работе, проведенной прокуратурой по подключению органов контроля к Единому реестру контрольных надзорных мероприятий и внесению в нее сведений. Также продолжается работа по пресечению нарушений прав предпринимателей, в том числе и при получении ими мер государственной поддержки. Старший прокурор отдела прокуратуры республики по надзору за исполнением федерального законодательства Светлана Зиздок рассказала, что в 2023 году выявлено было свыше 500 нарушений, и в целях их устранения принято 238 актов прокурорского реагирования. В первом квартале текущего года органами прокуратуры республики уже выявлено 147 нарушений законодательства в данной сфере, внесено 62 акта прокурорского реагирования. Практика прокурорского надзора показывает, что распространенным нарушением, затрагивающим права предпринимателей, является издание незаконных нормативных правовых актов. Выявляются также пробелы в нормотворчестве. Как в прошлом, так и в текущем году прокурорами уделяло внимание вопросам приведения правовой основы взаимоотношений органов власти и бизнеса в соответствии с федеральным законодательством. По словам Светланы Зиздок, особое внимание уделяется защите прав предпринимателей на своевременную оплату исполненных ими контрактных обязательств. В 2023 году благодаря прокурорскому вмешательству погашена задолженность по госконтрактам на сумму свыше 400 миллионов рублей. Была проделана большая работа с приведением в соответствии с законом правовых актов в области регулирования торговой деятельности, о порядке осуществления различных видов регионального контроля, пресечены нарушения прав предпринимателей на своевременное и качественное оказание государственных и муниципальных услуг. Предприниматели также, в свою очередь, подняли ряд проблем, с которыми они сталкиваются в работе, в частности, связанных с земельным вопросом. Точнее, с переоценкой кадастровой стоимости земель и повышения налога на землю. Объект еще не введен в эксплуатацию, при этом уже достаточно была бы высокая нагрузка на предпринимателя, ввиду того, что дохода нет, а налоги надо платить. А сейчас некоторые объекты переоценились какие-то в 4, какие-то в 5, некоторые до 20 раз. Кадастровая стоимость увеличивается, соответственно, увеличивается налоговая нагрузка на предпринимателей. В обращении в органы кадастры, точнее, с чем связана данная оценка земельного участка, нету какого-то понятного, внятного механизма, по которому определяется стоимость имущества. Этот вопрос и ряд других путнятых предпринимателями первый заместитель прокурора республики Санал Бахников взял под личный контроль. По итогам круглого стола намечен комплекс мер по повышению результативности деятельности по защите прав предпринимателей. Мадина Каракетова, Мухаммед Ашебуков, Вести, Карачаево, Черкесия. Во Дворце культуры Черкеска прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию месяца патриотической спортивной и оборонно-массовой работы и Дню призывника. Заместитель и руководитель администрации главы правительства республики Марат Хубиев пожелал молодежи стремиться к знаниям, здоровому образу жизни, потому что именно им предстоит управлять страной и принимать вызовы современного мира. Собравшихся поприветствовал мэр Черкеска Алексей Баскаев, который поблагодарил преподавателей за ответственность и усердие в организации интересных мероприятий. В течение всего учебного года в учреждениях образования проходили уроки мужества, выставки, показы кинофильмов, экскурсии, направленные на трепетное отношение к истории нашей Родины. Весь месяц спортивной и оборонно-массовой работы прошел под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». В них приняли участие более 15 тысяч ребят. По итогам первое место заняла гимназия номер 19 «Черкеска», на втором – девятая гимназия, и третья досталась 15-му лицею республиканской столицы. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о многодетной маме, которая отмечает 80-летний юбилей, соревнованиях МЧС и не только. Оставайтесь с нами на канале «Россия-1». В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков, ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью 4,9, в горах – минус 1, плюс 4, а днем – 22-27 градусов тепла и местами до плюс 19. Высокая пожароопасность. В Черкесии без осадков, ветер восточный – 6-11 метров в секунду. Температура ночью 7,9, днем – 25-27 градусов тепла и высокая пожароопасность. Многодетную маму Светлану Урусову поздравили с 80-летним юбилеем. Она воспитала десятерых детей. Сегодня ее окружают десятки внуков и правнуков. За свой родительский подвиг она удостойна медали – ордена золотой звезды, мать-героиня и знаком золотое сердце, а также дипломом «Семья России». О секрете счастья семьи Урусовых Альбина Ламкова. Семья – это моя жизнь. Когда маленькие были, одна цель была – их выучить, поставить на ноги. Когда они вместе, просто есть кому улыбнуться и кого обнять. Да, Алика? Когда они обнимаются друг с другом, это самое большое счастье. Пример крепкой и дружной семьи – семья Урусовых. Секрет счастья прост – любовь, взаимоуважение, внимательное отношение, преданность к друг другу. А еще забота о старших и младших, говорит Светлана Алиевна. Словами, нотациями, поучениями ничего не добьешься, только своим примером. А самое главное, твой каждый ребенок должен знать, что он самый любимый. Вот сколько бы их ни было, каждую пятницу они у меня собираются. Это мое требование, это мое желание, это уже традиция у нас. А все дни рождения мы здесь празднуем. Свой юбилей Светлана Урусова встречает в кругу большой семьи. День ознаменован множеством подарков и искренних пожеланий. Приветственные адресы от главы республики зачитала министр труда и социального развития Динара Камурзаева. От имени многонационального народа Карачаева Черкесии и от меня лично примите искреннее поздравление с юбилеем, 80-летием со дня рождения. Вы – пример истинной матери, героини, воспитавшей 10 прекрасных и, главное, достойных граждан России. Многодетная семья – это источник любви и радости. Каждый день с детьми – особенный дар. Ваше дело важно и ценно, сказала в своем обращении к юбиляру Динара Камурзаева. Вы сегодня олицетворяете ту маму, которую быт не сломил, и вы остались такой же прекрасной, жизнерадостной, задавающей правильный темп и правильный вектор жизни каждому из здесь сидящих прекрасных детей. Для меня, знаете, многодетная семья – это не пустой звук. У моей бабушки 9 детей было, у нас 26 внуков. Светлана Урусова, воспитывая детей, успевала принимать активное участие в общественной жизни республики. Стала победителем конкурса «Женщина года». Награждена медалью материнства, орденами материнская слава 1-й, 2-й и 3-й степени. За свой родительский подвиг удостоена медалью ордена золотой звезды «Мать-героиня» и знаком «Золотое сердце», а также дипломом «Семья России». Альбина Ламкова, Мухаммеда Шибока, Вести Карачаева, Черкесия. Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов поздравил мать-героиню Светлану Урусову с юбилеем. Символично, что юбилей совпал с годом семьи, объявленным в нашей стране президентом России. С большим удовольствием принял решение о награждении Светланы Алиевны высшей государственной наградой республики орденом за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. Спасибо Светлане Алиевне за пример истинной любви к родине и активную гражданскую позицию, говорится в поздравлении. Семья Василенко-Гудовцовых из Карачаева-Черкесии вышла в финал конкурса. Это у нас семейная президентская платформа «Россия – страна возможностей». Победителями окружных полуфиналов конкурса стали 25 команд из ЮФО, 7 семей из СКФО и 8 из новых регионов России. Василенко-Гудовцовы из поселка Кавказского – это мама Мария, папа Олег, дети Демитры, Рома, бабушка с дедушкой Светланы Николаевны и Василий Михайлович. Вся семья любит спорт и путешествия, заниматься творчеством, в том числе создавать новые интересные вещи с помощью декупажа. Победители были определены по итогам оценочных этапов конкурса, включавших творческие, интеллектуальные и спортивные задания. Финал пройдет летом. Сегодня в Карачево-Черкесии стартовали соревнования среди команд пожарных и спасателей Северокавказского федерального округа. Лучшие команды своих регионов приехали в Черкесск, чтобы определить лучшую аварийно-спасательную дружину. На торжественном открытии побывал наш корреспондент Артур Мкце. В восьмом по счету турнире среди северокавказских управлений МЧС и поисково-спасательных отрядов приняли участие 10 команд. Главным фаворитом соревнований в Черкесске, разумеется, были хозяева – представители Карачаево-Черкесского регионального управления. Его сотрудники – постоянные участники всероссийских форумов. Впрочем, остальные команды, приехавшие в нашу республику, также рассчитывают на успешное выступление. Ведь на региональном уровне каждая из них стала лучшей. Регионы между своими подразделениями проводят соревнования, то есть проводится отбор. И на основании этих соревнований, соответственно, выделяется лучшая команда. И лучшая команда представляет свой регион на северокавказском уровне. Я сам недавно работал заместителем начальника, и наша часть впервые выступает на северокавказском уровне. Мы у себя заняли, соответственно, первое место. По словам руководителя республиканского управления МЧС Александра Голоколенко, от слаженных действий всей команды спасателей зависит конечный успех. Одно неверное действие и кропотливая работа коллектива окажется впустую. Здесь мы демонстрируем нашу готовность к проведению мероприятий по оказанию помощи людям при реквизации дорожно-транспортных происшествий. Опыт работы в команде, автоматизм действий про проведение аварийно-спасательных работ, спасение жизни – вот наша основная задача. Помните, что соревнования – это не только возможность продемонстрировать свои знания и умения, но и возможность обменяться опытом. Согласно положению из заданий, которые будут выполнять команды, это деблокировка пострадавших, оказание первой помощи, разборка полностью автомобиля, резко его по запчастям, извлечение пострадавших, так что оказание, как я и говорил, первой помощи, также тушение, пожар, то есть элементы будут отработаны довольно интересно. Каждая из десяти команд предстояло продемонстрировать свои мастерства и умения работать в экстремальной ситуации. Да, в данном случае речь идет о действиях на тренажере, однако происходящее наиболее приближено к тому, что может произойти на самом деле. И даже если победа в турнире не будет достигнута, полученный опыт непременно пригодится. Артур Мухцер, Ренат Муков, Вести, Карачао, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Ангелы района». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин